Деревянная трость, редкие письма и фотографии. Это не музей советского периода, но дух коммунизма здесь в каждом экспонате. В коллекции Николая Коробко много уникального. Личные вещи племянника Ленина попали к нему давно, от родственницы вождя. Такие экспонаты и для страны редкость, тем более для провинции. Кожаный портфель – это единственная вещь из семейного архива племянника Ленина, которая служит Николаю Коробко уже 15 лет. Остальные вещи, как и положено музейным экспонатом, хранятся в витринах. Племянник вождя революции иногда гостил в семье Ульяновых. Много раз катался с Лениным на машине. Четырехместный Рено казался мальчику роскошным экипажем. Впервые дядю Володю он увидел в апреле 17-го года. Эту встречу племянник описал в своей книге. Ну, говорит, какой-то человек вошел, внимательно посмотрел на меня, улыбнулся. И когда, в общем-то, начали разговор какой-то о чем-то, он так хитро на меня посмотрел и говорит, ну ты такой умный весь. В 2.45 мы первый свечу зажгли как раз в детской библиотеке. Дату основания этого музея его создательница Лидия Быкова помнит на зубок, вплоть до минуты. Это точно время, когда не стало Александра Пушкина. Книги, буклеты, альбомы. В частном музее нашлось место всему, что связано с именем поэта. Пушкин жив. Живы его мысли, живы книги, в которых, значит, произведение бессмертное. Это гений мирового значения. Работает музей уже 9 лет, только знают о нем немногие. Постоянного здания у хранилища нет. Сейчас его приютил один из фермеров. Музей работает, не имея официального статуса. Его получение как раз и добивается Лидия Быкова. Так она надеется сохранить свое детище для потомков. Вячеслав Горшков, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова